Александр Константинович Грави – советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист РСФСР. Биография Александр Грави родился 8 сентября 1920 года в Москве. Брат М.К. Грави в 1942 году окончил театральное училище М.Б.В. Щукина. Курс «Арочка» был принят в труппу театра имени Вахтангова и зачислен во фронтовую бригаду театра. В составе бригады, прикрепленной к Первому Украинскому фронту, А.К. Грави прошел всю войну, дойдя до Берлина. Награжден орденом Отечественной войны двух степени «Красной звезды» А.К. Грави всегда был востребован в театре Вахтангова, верность которому хранил более 65 лет. Воплотил на сценических подмостках более 150 образов, в том числе и благодаря способности быстро вестись в уже идущие спектакли в случае болезни кого-то из коллег. Первая значимая роль в кино, рядовой огурцов в кинокомедии «Беспокойное хозяйство», надолго обеспечила Грави любовь зрителей, несмотря на то, что в дальнейшем кинематограф не баловал его главными ролями, в конце 1940-х годов А.К. Грави впервые обратился к театральной педагогике, но плотная занятость в репертуаре театра вскоре вынудила его отказаться от преподавания. Грави вновь вернулся в ВТУ М.Щукина в 1986 году педагогом кафедры мастерства актера, выпустил два курса в качестве художественного руководителя. В 1992-х коми Пермятскую национальную студию и в 2000-е обычный актерский курс был одним из ведущих мастеров Щукинского института «Профессор». Высокий уровень профессиональной культуры, подлинная интеллигентность, мягкая ирония и юмор позволили Грави не затеряться среди своих звездных и более молодых коллег Юлии Борисовой, Михаила Ульянова, Владимира Итуша, Юрия Яковлева, Василия Ланового, обеспечив ему свою особую нишу в театре до последних дней своей жизни. Грави оставался одним из основных хранителей подлинной вахтанговской театральной культуры, был женат на внучке М. Горького, Дарьи Пешковой. Скончался 5 марта 2010 года после продолжительной болезни. Александра Грави похоронили во вторник, 9 марта 2010 года, на Алексеевском кладбище в Москве. Прощание прошло в этот же день в театре имени Вахтангова в 12.30 МСК. Творчество, роли в театре «Я сын трудового народа» В.П. Катаева, «Селянин», «Свадебное путешествие» В.А. Даховичного, «Где-то в Москве» В.Масием, «Червинского», «Дорога победы» В.А. Соловьева, «Молодой рабочий», «Человек с ружьем» Н.Ф. Погодина, «Лакей», «Пленный солдат», «Макушкин», «Мадмуазель» Н.ТУЖ, «Эрвез», «Офицер», «Кому подчиняется время», «Братья Турил», «Шейнина», «Мартынов», «Разведчик», «Фронт», «Акорний Чука», «Орлик», «С «Молодая гвардия», «Парамануа А. Фадеева», «Иван Земнухов», «Сердце не камень», «Аяностровского», «Ераст», «Огненная река», «В.М.К. Жевникова», «Мещеряков», «Крепость на Волге» и «Кремлёва», «Астахов», «Перед заходом солнца», «Г. Гауптмана», «Ганефельд», «Адвокат», «Олега Дундич», «Оржишевского» и «М.К.Ц «Первый офицер», «Да, вот она», «Любовь», «В.Китлинская», «Сергей Николаевич», «Фома Гордеев», «М.Горького», «Ижов», « Ф. Кноры», «Фетисов», «Гамлет», «Шекспира», «Розенкранц», «Идиот», «Ю.К.Леши» по роману «Ф.М. Достоевского», «Тоцкий», «Гибель богов», «Ас Сафронова», «Браун», «Дамы Гусары», «Афредро», «Гжегож», «Ротмистер», «Дион Л. Зорина», «Бен Захария», «Живой труп», «Л. Н. Толстого», «Следователь», «Принцесса Туранда», «Отка Гоци», «Тарталья», «Золушка», «Е.Л. Шварцак», «Король», «Конармия», «Паи», «Э», «Бабелью», « Берзинь», «Комиссар дивизии», «Веренея», «Элэнси», «Фулины», «Василий», «Мещанин» во дворянстве, «Мольера», «Учитель философии», «Человек с ружьем», «Н. Ф. Погодина», «Пленный солдат», «Макушкин», «Иван Шадрин», «Антоний», «Клеопатра», «У Шекспира», «Ефроний», «Кот в сапогах», «Песога», «Калау», «По мотивам сказки», «Шаперо», «Король», «Маленькие трагедии», «А.С. Пушкина», «Ли Парелла», «Ричард III», «У Шекспира», «Эдуард IV», «Лишей А.П. Чехова», «Фафля», «Мария Тюдор», «Вэгюго», «Неизвестный и дольше века длится день по роману Ч.Т. Айтматова», «Казангаб», «Кабинетная история» «Р. Ибрагимбекова», «Отец», «Жены», «Мартовский» «Иды», «Т. Уалдора», «Врач», «Государь», «Отенаш», «Батюшка», «Папьеся Энгаринштейна», «Вяземский», «Варвары М. Горького», «Головастиков», «Цилиндр» «Эды», «Филиппа», «Агастина», «Воскрешение» или «Чудо» «Святого» «Антония М. Митерлинка», «Доктор», «Ночи Гуаны», «Т. Уильямса», «Джонатан Кофин», «Фредерик» или «Бульвар преступления» «Э. Э. Шмидта», «Антуан», «Помощник режиссера», «Царская охота», «Элзорина», «Ферапонт», «Фомич», «Старый слуга», «Каллигула», «А. Камюл», «Синект», «Собака на сене» «Л. Д. Вега», «Граф Лудовика», «Чайка», «А. П. Чехова», «Сорин», «Траила Крисида», «Шекспира», «Нестер», «Роли в кино», «1938», «Новая Москва», «1946», «Беспокойное хозяйство», «Рядовой огурцов», «1956», «Они были первыми», «1958», «Сорока воровка», «Наследник», «1958», «Тихий дон», «1958», «Стучись в любую дверь», «Капитан милиции», «Сушков», «1960», «Бессонная ночь», «Петунин», «1961», «Вольный ветер», «Матрос», «1961», «Барьер неизвестности», «1963», «Большие и маленькие», «Сергей Александрович», «1964», «Одиночество», «Антонов», «Овсеенко», «1965», «Друзья и годы», «1967», «Зося», «Зося», «Подполковник», «1967», «Операция Трест», «1967», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Подполковник», «Иван Алексеевич Дорогин», «Командир авиаполка», «1967», «Бабье царство», «Завмаг», «1967», «Возмездие», «Полковник», «Геннадий Николаевич Пекин», «1968», «Удар», «Еще удар», «Кеша Федорин», «Ослепший фронтовой друг», «Таманцева», «1969», «Золото», «Колхозник партизан», «1969», «Невероятная Ягудилл Хламида», «1969», «Штрихи», «К портрету В. Ленина», «Александр Цурупа», «1970», «Семья как семья», «1972», «Улыбки», «1972», «Земля», «До востребование», «1973», «Каждый вечер после работы», «1974», «Моя судьба», «Отец Ермакова», «1979», «Кот в сапогах», «Король», «1980», «Алые погоны», «1980», «Назначение», «1981», «Тропинины», «1982», «Нежность к кривущему зверю», «1983», «О опасные черты», «1986», «Конец операции», «Резидент», «Воропаев», «1986», «Чичерин», «1987», «Следствие ведут знатоки», «Бумеранг», «1987», «Сказка про влюбленного маляра», «1996», «Короли российского сыска», «Убийство», «Бутерлина», «1998», «Игра в браслетах», «1999», «Послушай», «Не идет ли дождь», «Писатель Борис Зайцев», «2002», «Товарищи», «2010», «Смерть», «Пенснильный», «Наш Чех». Озвучивание мультфильмов «1964», «Кто виноват» «1964» «Можно и нельзя», «Можно, нельзя» «1965», «Ваше здоровье», «Отец» «1965», «Портрет Заяц» «1965», «Здравствуй», «Атом», «Читает текст» «1966», «Сегодня день рождения», «Слон» «1966», «Происхождение вида» «1966», «Жил-бал Казявин», «Читает текст» «1966». Песенка «Мышонка», «Заяц», «1968», «Кот», «Который гулял сам по себе», «Конь», «1968», «Светлячок», «Номер 8», «1969», «Мы ищем Кляксу», «1970», «Отважный Робин Гуд», «1971», «Лабиринт», «1976», «Зайка-Зазнайка», «Братец Зайки-Зазнайки», «1977», «Жехарка», «1978», «Мой приятель Светофор», «1979», «Мой приятель». «Дядюшка Ау», «Читает текст», «1979», «Ошибка дядюшки Ау», «Читает текст», «1979», «Дядюшка Ау в городе», «Читает текст», «Интересные факты». Во время работы во фронтовом филиале театр Вахтангова А.К. Грави оформил два спектакля в качестве художника. Тексты песен для спектакля «Мещанин во дворянстве» были написаны А.К. Грави. Признание наградой Орден Отечественной войны второй степени Орден Красной Звезды Медаль за оборону Москвы Медали Публикации Татьяна Сергеева Александр Грави Театр имени ЕВГ Вахтангова РЭД Составитель БМП «Юровский М. Центрполиграф 2001С» от 50 до 60 фото